Сейчас мы произведем настройку каналов у чешской дрессировочной системы The Control Professional. Для этого нам необходимо включить ошейник и включить пульт. Включаем пульт. Вот он у нас включился. Чтобы включить ошейник, необходимо красную точку на пульте, где находится магнитик, совместить с красной точкой на ошейнике, где находится геркончик включения. Поднесли. Вот ошейник включился. Когда у вас новый ошейник включился, у вас настроен первый канал, кнопки 1 и 2. Они у меня в данный момент настроены обе на звуковой сигнал. Кнопки B1 и B2 работать не будут. Их можно настроить или на другой ошейник, предположим, для второй собаки, либо на этот же ошейник. Для того, чтобы эти кнопки настроить на этот ошейник, необходимо его запрограммировать. Программирование выполняется следующим образом. Выключим ошейник. В данный момент, как видите, он у нас не работает. И дальше мы настроим эти кнопки и эти кнопки в два подхода. Чтобы их настроить, совмещаем красные точки на пульте с красной точкой на ошейнике. Ошейник включается. Продолжаем удерживать. Удерживаем в течение нескольких секунд. И они начали моргать. Вот ошейник пришел в режим настройки. Нажимаем на какую-то кнопку. И ошейник у нас подхватил эти две кнопочки. Эти кнопки работать не будут. Чтобы настроить кнопку B1 и B2, необходимо к включенному ошейнику. Это важно. Если вы поднесете и попытаетесь настроить к выключенному ошейнику, как я только что настраивал кнопки, он скинет все настройки. Так вот, к включенному ошейнику подносим. И переводим его в режим программирования. Вот он перешел в режим программирования второго канала. Настраиваем кнопки B1. Я настроил, что эта кнопка вибрация, это световой сигнал. Это наиболее видно на видео будет. Вибрацию, наверное, будет проще услышать так. Там можно переключить, конечно. Но сейчас мы этим заниматься не будем. Таким образом у нас настроены эти кнопки. И эти кнопки на один ошейник. При желании мы можем эти кнопки настроить на второй ошейник для другой собаки. И тогда эти кнопки будут для управления одним ошейником. Эти кнопки для управления вторым ошейником. Если вы хотите настроить кнопки на один ошейник, то необходимо выполнить ту процедуру, которую вы видели на данном видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...